Видео подготовлено специально для сайта onlinegdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 265-е упражнение. Прочитаем задание. Прочитай, какие глаголы в этом тексте употреблены в переносном значении. Спеши, ставь пропущенные буквы, обозначь орфограмму. Еще раз обрати внимание на то, как обозначается изучаемая орфограмма. Итак, давайте выполним задание. Замерзший бор шумит. Выделяем окончание. Шуметь. Выделяем суффиксы. Второе спряжение. Среди лазури. Метет. Окончание. Мести. Первое спряжение. Ветвями синеву небес. И кажется. Казаться. Первое спряжение. Не буря будет лес. Будить. Второе спряжение. Обойный лес, качаясь, будет будить второе спряжение. Бурю. Далее. Давайте с вами найдем глаголы, которые употреблены в переносном значении. Бор шумит. И метет. И также буря будет. Вернемся к заданию. В тексте пропущено пять букв гласных. Сколько из них являются орфограммами? Почему? Объясни. Три орфограммы, так как другие окончания ударные. Их не надо проверять. Нарисуй схему первого предложения. Объясни постановку запятой. Давайте выполним это задание. Бор шумит, запятая метет. В данном случае запятая разделяет однородные сказуемые. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.